КОНЕЦ 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 Сыграйте что-нибудь еще, а! Так хочется послушать! Молодой человек, не можешь ли ты принести стаканчик холодной воды Для старика, у которого сердце не здесь, а в горах В каких горах? В шотландских, ну так как? А что ваше сердце делает в шотландских горах? Тоскует! Так можешь ты принести стакан холодной воды А где ваша мать? Моя мать в Талсе, штат Оклахома, но сердце ее не там А где же? В горах Сотландии, молодой человек, я очень хочу пить Почему в вашей семье все свое сердце оставляют в горах? Таковы уж мы есть Как это понять? Сейчас мы живы, а вот уже нас нет А что ваша мама делает в Талсе, штат Оклахома? Тоскует! А где мама вашей мамы? В штате Вермонт, в маленьком городке Уайт-Ривер-Джаншен Но сердце ее не там Джонни, принеси ему кувшин воды, пока он не рухнул и не испустил дух Вот ты и принеси, все равно ничего не делаешь Как? Это я ничего не делаю? Ты мой сын, и кому как не тебе знать, чем я занят, Джонни? Добрый день! Ваш сын только что рассказывал, какой чудесный климат в ваших краях Ничего-то я не говорил про климат Меня зовут Джаспер Макгрегор, я актер Я в восторге от возможности познакомиться с вами Очень рад Чудесный мальчик Да Весь в меня Прошу Не угодно ли вам войти в дом и немного отдохнуть? Мы будем польщены, если вы разделите с нами утренний завтрак Подумать только, пять тысяч миль от дома А что, если в самом деле съесть кусочек сыра и немного хлеба? Да Джонни, сбегай к бокалейщику и принеси булку и фунт сыра А деньги? Джонни, ступай к нему и уговори его, ведь это же твоя обязанность Его никакими доводами не проймешь Он говорит, что знать ничего не хочет Подавай ему сорок центов и все Джонни, ступай к нему и заставь дать тебе булку и фунт сыру И ты это умеешь, Джонни Сходи, сынок, и скажи мистеру Козаку, чтоб он дал тебе хлеба и фунт сыра Пожалуйста Я не знаю, что это Джонни, если по дороге найдешь деньги, чур пополам Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха-ха Ушла. Здравствуй, Жаня. Заходи. Присаживайся. Мистер Козак, если бы вы очутились в Китае, и у вас не было бы ни друзей, ни денег, могли бы вы надеяться, что кто-нибудь вам даст фунт рису? Что тебе надо? Я просто хочу немного побеседовать. Ведь вы бы надеялись, что кто-нибудь из тамошних христиан поможет вам, а, мистер Козак? Сколько у тебя при себе денег? Вопрос не в деньгах, мистер Козак. Я насчет Китая. Что там что-нибудь случилось? Я не слышал. Так каково было бы вам в Китае, мистер Козак? А, не знаю, Жаня. Да и что мне там делать-то в этом самом Китае? Ну, вы просто приехали туда. Ну? Вы голодный. Я голодный. До дома пять тысяч миль. Далеко, да. И ни друзей, ни знакомых. Как вы думаете, неужели никто не сжалился бы над вами и не дал бы вам даже фунт рису, а, мистер Козак? Кто знает, кто знает. Ну, ты же не в Китае, Жаня. И твой отец тоже. Хочешь, не хочешь, а рано или поздно вам придется искать работу. Так почему же не сделать это сейчас? Больше продуктов я вам долго давать не буду, потому что платить вы мне не собираетесь, это я вижу. Хорошо? Хорошо. Мистер Козак, вы меня не так поняли. Ни о каких продуктах и речи нет. Я вам говорю, язычники эти вокруг вас в Китае. И вы среди них голодный, умирающий. Здесь не Китай. Здесь ты можешь пойти и заработать себе на пропитание. В Америке все должны трудиться. О, видал? Почему твой отец не ищет работу? А? Молчишь. А как детишки? Отлично, Джонни. Степан торгует газетами. Подумать только. Да. А как Анжела? Анжела начала петь. А как твоя бабушка? Отлично, тоже начала петь. Великолепно бабушка начала петь. Ваш Степан когда-нибудь будет большим человеком? Надо надеяться. Думаю, со временем послать его в приличную школу, чтобы ему было легче прокладывать себе дорогу, чем мне. Не хочу, чтобы он стоял за прилавком. Я глубоко верю в вашего Степана, мистер Козак. Спасибо. Ну, так что тебе надо, Джонни? И сколько у тебя при себе денег? Да я же не за покупками, мистер Козак. Плата наличными, Джонни. А как Эстер? Как поживает ваша красавица, дочка Эстер? Она поживает чудесно, Джонни. Тебе все же придется платить наличными. Вы с твоим отцом самые ненадежные люди во всей округе. Рад за Эстер, мистер Козак. А вы знаете, кто у нас в гостях? Мистер МакГрегор. Он, между прочим, просил вас узнать. Видели вы его когда-нибудь на сцене? Это великолепный актер. Не слыхал о таком. И бутылку пива для мистера МакГрегора. Не могу, Джонни. Я дам французскую булку и фунт сыра, но это... Все. Чем занимается твой отец? Мой отец пишет стихи, мистер Козак. Это его единственное занятие. Он один из величайших поэтов в мире. Не нравится мне такая работа. Почему твой отец не работает, как все другие люди? Отец работает куда больше других. Он работает вдвое больше, чем другие люди. Сдается мне, что он что-то несет. Конечно, несет. Папа, а денег я не нашел ни цента. Это не беда. Деньги еще не все. Держи. Машу. Спасибо. Машу. 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 Вон та зеленая банка. Что там, Джонни? Шарики. А в этом шкафу? Там есть что-нибудь съедобное? Сверчки. А вон большой кувшин в углу. Какая услада содержится в нем? Там у меня сидит уш. Чудесно. Кусочек вареного ужа было бы сейчас весьма кстати. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Не выйдет мистер Макгрегор. Ну почему? Ну почему, черт возьми, не съесть его? Я слышал, что жители прекрасного Борнео едят змей и кузнечиков. Так не найдется ли у тебя десяток кузнечиков? Да пожирнее, а? У меня их всего четыре штуки. Так выволакивай их, сынок. А когда насытимся, я сыграю тебе. Я очень голоден, Джонни. Я тоже голодный. Но я не хочу, чтобы кто-нибудь убивал кузнечиков. Хорошо бы немного музыки. А? Мальчик был бы в восторге. Ну пожалуйста, мистер Макгрегор. Ладно, Джонни. Хлеб, хлеб. Ха-ха. О боже. Какой всегда разлад. Между хлебом и сердцем. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Эдди Чехмены, позвольте мне представить вам величайшего шекспировского актера наших дней Джаспара Макгрегора А нельзя ли еще немного музыки, мистер Макгрегор? Друзья мои, я с радостью сыграю вам еще одну песню Но тяжкий груз моих лет, прожитых мною вдали от моего дома, утомил меня Если вы будете так добры, что разойдетесь по домам и вернетесь с малой толикой еды То я с радостью соберу все свои силы, духовные и телесные И исполню вам песню, которая изменит ход вашей жизни, притом в лучшую сторону Сэр, если вы ничего не будете иметь против Я бы с удовольствием выселился на продолжительное время в вашем доме Сэр, мой дом, ваш дом Прошу Сэр, мой дом 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 Легко отделался. Эх ты, наездник. Лошадь надо догнать. Идём, идём. Спокойно. Что же нам делать? Теперь уже все на ногах. Давно ты украл эту лошадь? Кто говорит, что я украл? Ну, когда ты начал ездить верхом по утрам? Сегодня в первый раз. Это правда? Конечно, нет. Но если мы попадёмся, ты должен так говорить. Я вовсе не хочу, чтобы мы с тобой оказались лгунами. Моя лошадь, которую угнали на прошлой неделе, до сих пор не вернулась домой. Такого с ней ещё не бывало никогда. Куда она запропастилась? Что такое? Ха-ха-ха. Невелика беда. Что значит потерять какую-то лошадь? Мы все потеряли родину. Прошёл пешком десять миль, чтобы добраться сюда. На то у тебя и ноги. Да вот левая нога у меня больная. Ну, не обращай внимания. Эта лошадь стоила мне шестьдесят долларов. Плевать на деньги. Моё имя Филипп Кармайкл. Я из приюта для престарелых ищу Джаспера, Макгрегора. Мне сказали, что он здесь. Мне надо отправить его домой. Кто тут упоминает о доме? До моего дома пять тысяч миль. Всегда было, столько и всегда будет. Мистер Макгрегор, через две недели мы начинаем годичное представление. Вам надо играть главную роль. Что там за роль? Мне не под силу теперь играть молодых удальцов. Вы будете играть роль короля Лира. Как раз для вас. Прощайте, мои милые друзья. Где бы я не проводил часы моей жизни, какие бы места я не посещал, никогда и нигде я не имел чести и удовольствия общаться с такими возвышенными, чистыми, восхитительными душами. Прощайте. КОНЕЦ 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 ВСЕЛИН КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Папа, а где мистер МакГрегор? Маре! 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 Я прошу. Вот твой внук, ты моя мать, прогони его, всем сердцем его люблю, он американец, родился здесь, когда-нибудь будет большим человеком, не сомневаюсь, прогони его отсюда. Разговаривает, задаёт вопросы. Люблю его! Где мистер МакГрегор? Папа! Джонни его взяли в дом для престарелых. МакГрегор? Папа! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А я не умею. А как ты это делаешь? Вставай, пошли. Газету хочешь? Про войну пишут. У меня же денег нет. Да ладно, держи. А кем ты станешь, когда вырастешь? А черт ее знает. Не знаю, кем я стану. А я буду поэтом, как баба. А я, наверное, так и буду газеты разносить. Папа. Папа, как ты поживаешь? Папа! Ну, спит, наверно. Спит, наверно. Я не понимаю. Папа! 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 Джонни, ты меня звал? Да! Как ты поживаешь, папа? Отлично, как ты? Отлично! Из-за этого ты меня разбудил? Да, он поживает отлично! Это не агэгэм! Мало3000иевres Субтитры сделал DimaTorzok Надо тебе больше упражняться, папа А то все сидишь и сидишь Джонни, твой отец великий поэт Я не обязан так же ловко кувыркаться, как ты Но если ты хочешь знать, в чем я силен Прочти стихи, которые я вчера написал Прочти Они в самом деле хорошие, папа? Хорошие? Они великолепные, Джонни Я собираюсь их послать в журнал «Атлантик» О, утренняя газета Вот это сюрприз А где ты ее раздобыл? Цепелины Танки Пулеметы Подводные лодки Бомбы Опять с ума посходили Папа, а ты знаешь Я скучаю по мистеру МакГрегору А ты? Сказать правду, Джонни Я тоже Я постоянно вспоминаю его Особенно его музыку А И как он пил воду Да А это верно, что его сердце в горах? Не совсем, Джонни А это верно, что до его дома пять тысяч миль? Да, не меньше Ты думаешь, он попадет когда-нибудь домой? Он старый человек, Джонни Так что попадет А, значит, он сядет на поезд А потом на пароход и вернется туда, в горы? Нет, Джонни Я думаю иначе Тут есть небольшая разница Он умрет Мистер Уайли, почтальон Привет Привет Ты думаешь, нам есть письмо из Нью-Йорка И в нем может быть чек? Не знаю, Джонни Мистер Уайли Нам письмо? Сейчас взгляну Сидается мне, что тут есть кое-что и для вас Если я когда-нибудь получу письмо из Нью-Йорка Я спрячу его на память Ну, как делишки, мистер Александр? Спасибо, мистер Уайли Дела у меня идут успешно Папа как-то побывал в Нью-Йорке Ведь правда, папа? Да, Джонни, я там был Как ваша семья, мистер Уайли? Все здоровы Кроме самого маленького, Джо Все время плачет Единственное, что я не могу переносить Это когда ребенок вечно плачет Не знаю, в чем тут дело Но только я от этого теряю веру в жизнь Когда Джо плачет, я говорю себе О, боже, ну зачем все это? Это ничего Пройдет Поплачет и перестанет Вот и я надеюсь И чем раньше, тем лучше До свидания, мистер Александр До свидания, Джонни Мистер Уайли Ну что же ты, папа? Ну чего ты не распечатываешь? Ну чего ты ждешь? Я боюсь, Джонни Сам не пойму, как это я Твой отец И могу бояться Вот уж не похоже, папа От кого это письмо? Из журнала «Атлантик» Помнишь стихи, которые я написал? А вдруг их приняли? Ага, приняли Какая чушь, Джонни Они не берут стихов Они только тебя пугают Насмерть Бен Александеру 2626 Сан-Бениту-Авенью Фресно Калифорния Точно Тебе, папа Чего же ты не распечатываешь? Я боюсь, Джонни Боюсь и стыжу с этого Ведь эти стихи были великолепны Так чего же я боюсь? Ну и не бойся, папа Почему они вопят в восторге от всего, кроме хорошего? Почему они сами себя уничтожают? Стремясь ко всему смертоносному и отвергаясь все жизнетворящее Не могу этого понять Разве можно после этого жить надеждой? Ну, конечно, можно, папа Да кто же он, черт возьми, этот Атлантик? Ступай отсюда, Джонни Я прошу тебя, ступай! Ладно Эх, вы жалкие, безумные людишки Валяйте Убивайте всех подряд Объявляйте войну друг другу Хватайте людей тысячами Кромсайте их Кромсайте их бедные души Бедные сердца И бедные тела Уродуйте их Грязните их души Приводите их в ужас Развращайте их Ненавистью друг к другу Оскверняйте легенду Человеческого бытия Вы маньяки Чье величие измеряется числом загубленных вами Вы обман в этом мире Вы его скверна Вы его бесчестие Давайте Полите из ваших ничтожных пушек Вы ничего не убьете В мире В мире всегда будут поэты Будут Джонни Джонни Ты завтракал? Я не голоден, папа Ступай в дом и поешь Там должно быть немного кукурузы Но я не голоден Делай, что тебе говорят Но я не буду есть без тебя Делай, что тебе говорят Я не буду есть без тебя Делай, что тебе говорят Я не буду есть без тебя Но я не голоден, Джонни Я сейчас схожу к мистеру Козуку И, может быть, что-нибудь принесу Нет Джонни, я думал, мы получим немного денег Я не думал, что все так обернется Ступай домой и поешь Иди, иди Ты тоже поешь? Субтитры создавал DimaTorzok Бен Александр, моя лошадь вернулась Благодарение Богу Не знаю, что ей думать Лошадь стала еще лучше Подише, друг мой, подише Не обращай внимания Посмотрите, совсем кротко Лошадь твоя вернулась и все Благодарение Господу лошадь совсем не узнать Совсем не узнать Это верно, что там как в тюрьме Порой я в этом уверен, а порой мне кажется, что этого не может быть Я ведь вот о чем Как ты думаешь, его тянет домой? Думаю, что да Я хотел бы, чтобы он вернулся к нам Я бы с радостью повидался бы с ним Я о нем постоянно вспоминаю И я Я всегда буду его помнить Вот и я тоже А ему надо было туда возвращаться Папа Ты пойми, Джонни Он там должен играть короля Лира Вот он этот дом Шесть долларов в месяц Конечно, не очень шикарно Но от дождя и холода вполне спасет Значит так, мистера Лори хозяина дома нет в городе А этим людям нужен дом Немедленно А мебель у вас есть? Нет Можете взять мою Ее хоть немного, но сойдет Кровать очень приличная Кровать очень приличная Нам бы не хотелось брать вашу мебель А, ну что ж, тогда так Я не платил за три месяца Вот и оставлю мебель в уплату за наем дома Значит, все улажено Плата шесть долларов в месяц Заводу платим мы Можете перебираться в любое время Кто эти люди? Вот гуляли и зашли О чем вы говорили? Просто так Не расстраивайся, папа А я не расстраиваюсь, Дианый Валяй, папа Давай есть Ладно А это воровство? Я лично считаю, что нет Ты сорвал с дерева? Угу Ну, тогда это вряд ли воровство А когда это бывает воровством? По-моему, Джонни, воровство Это когда ты без нужды Наносишь ущерб Ешь, папа? Бери вот еще Нет, Джонни, бери Это твоя доля Я считал Ладно, папа Ладно, папа Куда это спрятать, папа? Что случилось, Джонни? Ты сказал, что это не воровство Ну, конечно, нет А если не воровство Почему за мной Почему за мной гналась собака? Собака? Какая именно? Я не успела разглядеть, как следует Но кажется, это была огромная собака Эта подлая тварь пыталась тебя укусить, Джонни? Да вроде нет, папа Но мне казалось Мне казалось, вот-вот укусит Она рычала на тебя? Ну, не то, чтобы рычала Джонни А где она сейчас? Наверное, на улице А ты уверен, что это не воровство? Конечно, не воровство, Джонни Я сейчас займусь этой подлой собакой Ни человек, ни зверь Не могут напугать твоего отца Запомни это раз и навсегда, Джонни Она все еще там, папа? Джонни Там маленькая собачонка Мне кажется, она спит Так я и знал Это собака фермера Как же тогда? Хорошо бы сейчас выкурить сигарету Море, та на тутунка? Море, та на тутунка? Чкала Джонни Помоги мне Передвинуть к двери этот стол Джонни Виноград взял я, понял? Не открывай дверь, папа Не бойся, Джонни, не бойся Он не может сюда войти? Не думаю, не думаю Джонни Это мистер МакГрегор! Джоли Марэй! Джоли! Бери! Сюда! Добро пожаловать, мистер МакГрегор! Пошел! Марэй, чушь! Лу, чушь! Лу, чушь! Лу! 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 Потом, Джоли! Лу, чушь! Лу! 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 Украсть у меня трубу Пытались удержать меня в постели Говорят, что я болен Но я не болен Я стар Я знаю, что мои дни сочтены И я хочу провести их вместе с вами Вы не позволите Ему везти меня обратно Успокойтесь, мистер Макгрегор Я не позволю Ваше сердце все еще в горах? В горах, сынок А где твоя мама? Она умерла Не умерла, Джонни В горах Джонни! Субтитры создавал DimaTorzok Вы не дадите им увезти меня Вы не уведете меня отсюда! Я вас заранее предупреждаю, что я упаду и умру! Мое место здесь Среди этих людей Будем открывать? Будем, а? Конечно Будем Я сидел дома Делать было нечего И вдруг слышу эту песню И я сразу понял, что это Мистер Макгрегор Я счастлив, что вы меня вспомнили Мы никогда не забудем эту песню Я так и знал Что это мистер Макгрегор И сразу сказал сам себе Дай-ка пойду И отнесу ему чего-нибудь поесть Они не давали мне играть Они хотели украсть мою трубу Они сказали, что я болен А я здоров, как бык Если они приедут за мной Я прикину, что я умираю Я сыграю сценку смерти из короля Лира Я сыграю все сцены смерти Бревите ветры Дуйте надрываясь Лищите ливни Разверзайся, хляб Алчбу насыть Плюй пламя Ливень лей Я царства не дал вам Детьми не звал И восстаю ваш раб Несчастный и униженный старик Быть Или не быть 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 Но кем? Глупцом Или жалкой жертвой урока Бродить лишенным крова и любви Нет Не хочу Но вот мутится ум Видите Вот Вот она Смотрите Глупцом Субтитры сделал DimaTorzok Я сразу узнал вас Джонни мне много о вас рассказывал Я пришел проститься с вами И попросить извинения И поблагодарить вас Вы что же, уезжаете? К сожалению, да Нам всем так будет не хватать, Джонни У меня нет денег, а я вам должен Ничего, пустой Может быть, я вас больше не увижу Вот тут Кое-какие мои стихи Я не предлагаю их взамен денег Деньги совсем другое дело Не возьмете ли вы их за Вашу доброту А я думал, дела у вас идут успешно Да ну, какое там У людей нет денег Зимой дела идут еще хуже Может быть, мне придется и Закрыть лавку Да? Да? Ну, ничего Эти стихи Они Разрешите вам сказать, что это самые лучшие стихи, написанные мной Я хочу оставить их Вам Я не могу принять эти стихи Я Это моя дочь Эстер Это папа Джонни Маленькая Они уезжают отсюда Не передадите ли стихи Ей С удовольствием Передам Ты знаешь, папа Мне кажется Что в этом мире Где-то что-то не так Кто-то пишет Как детям Ты знаешь Waar? Вот Где-то А Что это Повторяю Это Есть ails Дай И ガ Скорные Дай Чёрт Кто-то Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон